Юные музыканты встретились с Фредди Каденой, дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Детского симфонического оркестра «Атомных городов» на фестивале юношеских оркестров мира. Его жизненный путь очень интересен. Ребята смогли расспросить о достижениях маэстро и секретах его профессионального успеха. Фредди Каден – эквадорский оперно-симфонический дирижер, живущий в России. Первым вопросом было, как побороть боязнь выхода на сцену. Опытный наставник считает, что волнение перед зрителями – это естественно даже для профессионалов. Главное – настроиться на хороший прием со стороны зрителей, на их благосклонность. Фредди Каден – выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского факультета хорового дирижирования и оперно-симфонического дирижирования, который он закончил с красным дипломом. Стажировался у выдающегося немецкого дирижера, профессора Хельмута Риллинга, руководителя Международной Баховской академии Штутгарта. Фредди Кадена сотрудничал с различными оркестрами и коллективами, такими как Оркестр Русской филармонии, Юношеский симфонический оркестр России, Оркестр оперной студии Московской консерватории, Оркестр Министерства обороны России, Хоровая капелла имени Юрлова, Детская хоровая школа «Весна», Московский симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр «Новая Россия», Духовой симфонический оркестр «Арагона» в Испании, ведущий симфонический оркестр Эквадора, гастролирует по России, Европе, Южной Америке. Быть в ансамбле, говорит Фредди Кадена, это уметь удивительно тонко, без слов чувствовать друг друга. Так как ты в коллективе, значит ты должен все равно когда осуществлять нужды других людей, осуществлять намерение дирижера, в данном случае руководителя, понимать его, то есть это тоже возникает вопрос, как понимать, допустим, жесты или намерение дирижера, вот как научиться без слов понимать то, что руководитель хочет. То есть это тоже развивает некий такой, что есть чувство, я не знаю, то есть как взглядом можно иногда как-то что-то взросло понимать, какую-то информацию или жестом, или каким-то там, не знаю, улыбкой или наоборот, какой-то взгляд такой, да, это все вещи ненормальные, которые человек научится тоже воспринимать и исполняться во время таких самых. То есть это вот несколько такой комплекс многих вещей, которые человек учится. С 1994 года Фредди Кадена ежегодно участвует в международном фестивале современной музыки «Московская осень», осуществляя мировые премьеры многочисленных произведений композиторов России, Японии, Европы, США и Латинской Америки. В 2008 году был награжден золотой медалью за активное участие в этом фестивале. По его инициативе в 1995 году был создан камерный оркестр «Амадеус» Союза московских композиторов. С этим коллективом Фредди Кадена гастролировал в России и за рубежом. С 1992 по 2000 год проводил мастер-классы по дирижированию в Арагоне в Испании. С 2000 по 2006 год он работал в оперном театре Московской государственной консерватории имени Чайковского в качестве дирижера, педагога и музыкального руководителя оперных спектаклей. В декабре 2010 года назначен дирижером Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Ребята маэстро пожелал использовать открывающиеся перед ними возможности и новые горизонты. Я вас поздравляю с тем, что вы уже касались здесь, воспользуйтесь этими шансами, которые дают вам в жизни. В жизни нам дают не всегда много шансов, и нужно иногда их схватить со всей силы, субами, как я говорю. Значит, воспользуйтесь с вашим шансом, научитесь как можно больше того, чтобы вы прилетаете с вашими коллегами, с вашими педагогами. От вас сочинение, которое вы играете, вот этот рост невероятный. А рост, он бесконечный. Эта интересная встреча с Фредди Кадена вдохновила музыкантов, только начинающих свой путь к музыкальному Олимпу, но успехи и победы, которые достигаются не только благодаря таланту, но и великому труду. Пример состоявшегося музыканта, родившегося в другой стране – хороший показатель того, что добиться в жизни можно многого, стоит только захотеть, и уверенно-упорно идти к намеченной цели. Елена Фильна, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Субтитры создавал DimaTorzok